Я на самом деле хотел немножко про эгоизм еще поговорить. Дело в том, что я вот тут подумал. Мы обсуждали вопрос о том, что человек не может себя не любить. Ну, как бы, если в теремиях добра и зла это обсуждать, то это звучало тем способом, что человек не может принести себе зло, что человек всегда в отношении себя совершает добро. И основой этого положения состояла в том, что наша воля всегда позитивна. То есть, когда мы пытаемся осуществить свою волю, то вот в желании этого осуществления, этой воли, мы всегда находимся в добре. Потому что, когда мы желаем что-то осуществить, это для нас является, само осуществление, как некое бытие, является для нас пользой. И возражение здесь возникало со стороны того, что, быть может, когда мы стремимся нашу цель осуществлять, то мы выредим себе. То есть, допустим, я хочу стать, не знаю, спортсменом, допустим, начинаю заниматься усиленно спортом, напрягать свой организм и прочее, и могу, допустим, раны нанести себе какие-то травмы, увечья какие-то. То есть, я стремлюсь стать здоровым, а фактически получится, что по факту наношу себе вред. На самом деле, если посмотреть взаимоотношения человека с самим собой, взаимоотношения человека с другим, они в смысле этики не имеют никакого различия. Потому что, когда мы говорили о том, что добро, вот, в высшем своем проявлении является жертвой, то ведь там точно так же в чем состояла жертва? Жертва состояла в том, что человек человек осуществлял за счет себя некоторого рода действия в отношении другого. Он точно так же в каком-то отношении переносил себе вред, то есть, он выдавал, мы говорили, ну, там, допустим, дает кому-то деньги, то есть, тем самым забирает их у себя, отдает еду, одежду отдает от себя. Ну, это если, допустим, говорить о милости, ну, там, может быть, он там, это, работает, помогает кому-то, да, там, тратит свое время, там. Ну, жертва может быть и различной. В любом случае, каждый раз он это все делает за счет себя, то есть, он в каком-то отношении наносит себе вред каждый раз. То есть, получается, что он опять же, пытаясь осуществить вот эту вот цель, помочь ближнему, он вредит себе. То есть, в этом взаимоотношении, когда человек осуществляет некую цель, нет ничего необычного, что при осуществлении этой цели он может вредить себе, да. Потому что, если он помогает ли, стремится ли он к добру в отношении себя, стремится ли он к добру в отношении другого, он в этом добре может жертвовать собой. Он в этом добре, как бы, может ставить такую цель, которая наносит ему лично вред. То есть, на самом деле, когда мы говорим о том, что человек всегда любит себя, то в этом нет ничего необычного. То есть, позитивность его воли, это не является какой-то казуистикой, да. Потому что даже в жертвенности добра в отношении другого мы наблюдаем то же самое отношение. То есть, человек точно так же ставит цель в отношении к другому, точно так же стремится эту цель позитивно осуществить, но часто это осуществляется за счет самого жертвующего, то есть, за счет его имущества, за счет его ресурсов, за счет его здоровья, времени и прочее. Это вот такое вот замещание по поводу того, что вот эгоизм, да, можно было бы подумать, что эгоизм – это какой-то вырожденный случай в смысле этики, а на самом деле, как бы, в эгоизме мы ставим цели точно так же, как и цели в отношении других людей. То есть, просто эгоизм, это как бы зацикливает эту цель на самого себя, да, это как бы вот… В этом нет ничего необычного. То, что вот в эгоизме проявляется вот это вот осуществление позитивной цели. И тут еще вот надо было заметить такую вещь, что если мы считаем, что вот само это целеполагание является для того, кто цель ставит для субъекта этой цели, для воли, чем-то, то, что мы обозначаем как пользы, да, если мы считаем, что постановка самой цели, в самой постановке самой цели уже выражается стремление, желание добра, добра либо самому себе, либо другому, то тогда на самом деле получается так, что что бы мы ни предприняли, мы всегда оказываемся в эгоизме. Потому что мы когда-то вот говорили о неэгоистическом. Мы говорили о том, что неэгоистическое состоит в том, что в эгоизме мы стремимся принести благо себе. То есть, что такое корысть? Это стремление принести пользу себе. Причем, как бы, корысть – это какой-то уже примитивный способ принести себе пользу. Можно, ну, есть более изощренный способ принести себе пользу. Это вот разумный эгоизм. Когда мы помогаем другому, рассчитывая на то, что нам и другой когда-нибудь, может, нам поможет. В любом случае, во всем этом мы наблюдали некоторого рода эгоизм. И думали, ну, вот как мы рассуждали, и думали, что если преодолеть эти два вида эгоизма, то можно достигнуть неэгоистического. Очень просто. Но на самом деле, когда я ставлю целью другого, другого человека, и пытаюсь осуществить пользу именно для него, на самом деле, я от себя ведь тоже не отказываюсь. В каком смысле не отказываюсь? В том смысле, что ведь именно я ставлю цель, помощи этому другому. То есть, даже в жертве, когда я жертвую собой ради другого, тем не менее, поскольку именно я жертвую, поскольку именно я ставлю эту цель жертвенности, и поскольку это моя цель, и я ее осуществляю, в этом проявляется эгоизм мой, состоящий в том, что именно я ставлю цель, именно я ее осуществляю. Ну вот, чтобы это как бы нагляднее увидеть, это надо просмотреть на примере того, когда я люблю самого себя. Что такое эгоизм? Вот я осуществляю некую цель ради самого себя. И, допустим, я эту цель осуществляю тем способом, что жертвую чем-то своим. Допустим, у меня есть некая высшая цель стать, скажем, аскетом. И я жертвую своим телом, ну, всячески его истязаю, всячески как бы не доедаю, может быть, не досыпаю. По крайней мере, применяю определенную роду практики для того, чтобы освободиться, как я это считаю, от страсти, освободиться от власти тела. И я пытаюсь, я ставлю цель некое высшее состояние самого себя, как я это понимаю. И в каком-то отношении, в аскетизме, эта высшая цель самого себя осуществляется за счет всего остального, то есть за счет тела. То есть я как бы ставлю себе цель, я ее осуществляю, ущерб своему телу. То есть в каком-то отношении я жертвую телом ради своего высшего Я. И получается, что вот в этой жертве, хотя она, как бы получается, что у аскетизма сложная, ведь видишь, хотя как бы достигнуть вот этой такой жертвенности, казалось бы, сложно, и в этом есть определенного рода героизм, тем не менее, это цель эгоистическая. То есть ради одной счастья самого себя, ради достижения этого высшего Я, я жертвую всем остальным. Это некоторый рода эгоизм. Эгоизм состоящий в том, что я осуществляю некоторого рода цель, целью которой являюсь я сам. Точно так же теперь, если эту логику перенести в отношение действий, в отношение другого, то опять же, та же самая логика. Я жертвую самим собой ради другого. Но ведь это моя жертва, есть моя личная цель. То есть я хочу в этом, в этой своей жертве осуществить некого высшего самого себя, который является таким вот замечательным, что жертвует собой ради другого. То есть опять же, я остаюсь в смысле воли, в смысле осуществления своего намерения, в смысле позитивности воли, я остаюсь как бы в неком эгоизме. Потому что даже жертвуя собой, тем не менее, в этой жертве я осуществляю свою цель, позитивную некую цель осуществления некого высшего принципа добра, как я его понимаю. То есть в виде осуществления своего высшего я, который хочет проявить себя в этом отношении к другому. Получается, что даже в жертвенности, в отношении к другому, все равно я остаюсь в эгоизме. То есть эгоизм это не нечто такое, что легко преодолевается, как вот я рассуждал, тремя шагами. Что вот есть эгоизм корыстный, есть и разумный эгоизм, а потом раз, и сразу не эгоистическое, когда мы жертвуем самим собой ради другого. На самом деле, в этой жертве ради другого присутствует моя воля, мое намерение. И я в этом воле, в этом намерении, на самом деле, столь же эгоистичен. Потому что именно я эту волю и намерение хочу осуществить. Вот такая вот есть проблема. Проблема преодоления эгоизма. То есть мы перескочили эту проблему очень быстро, но на самом деле она осталась. И это вот проблема. Что, любая твоя воля уже эгоистична? Поскольку она моя... Воля, это уже эгоизм. Нет, поскольку она моя воля. Вот я хочу осуществить, допустим, добро. И это моя воля. И поскольку она моя воля, поскольку она эгоистична. Поскольку я остаюсь внутри как бы самого себя, внутри некой сферы осуществления некого своего высшего я, некого своего намерения. А неэгоизм это чья воля? Нет. Получается, что неэгоистическое достигнуть проблематично, потому что любая моя воля будет моей волей. А неэгоистическое... А если ты выполняешь чужую волю? Послушай, а неэгоистическое это было бы так, если бы я осуществлял чужую волю, как ты говоришь, но не такую волю чужую, которая меня бы преневоливала, потому что это было бы рабство уже. Если бы какая-то воля сильная преневоливала бы меня что-либо делать, и я бы благодаря этому преневоливанию что-то бы делал, это было бы рабство. Потому что мы должны всегда говорить о том, что этика возможна только для свободного существа. Вот я свободное существо, никто меня не преневоливает. И я осуществляю свободный некий акт Валение. Этот свободный акт валения только в том случае будет неэгоистическим, если он будет осуществлять иную волю, но не в смысле преневоливания, а в смысле согласия моей воли с тем, чтобы эта чужая воля осуществилась. Если я буду настаивать только на своей воле и буду осуществлять свою волю как своеволие, то я всегда остаюсь в эгоизме. То есть добро, которое навязывает себя как своеволие, остается в эгоизме. Почему? Потому что оно осуществляет свою волю как нечто, что принадлежит к моему намерению, чтобы было так, а не иначе. Давайте, чтобы к этому вопросу подойти более близко, и чтобы его развернуть в более понятном форме, для этого нужно вспомнить, что такое в теоретической философии называется субъективизм. Дело в том, что в теоретической философии есть такая проблема. Она касается того, каким образом мы можем покинуть сферу нашей субъективности. Потому что все, что мы воспринимаем, все, что мы мыслим, все знания, которые мы обладаем, все на самом деле субъективно. Все является моим знанием, моим восприятием, моим ощущением, моим мышлением и прочее. Все является, как говорят, субъективным. И проблема состоит в том, каким образом, находясь в этой сфере субъективного, я могу обладать чем-то объективным. Как я могу через призму этого субъективизма пробиться к чему-то, что является объективным? То есть не субъективным, не относящимся к моему способу восприятия мира, а относящимся к тому, как на самом деле, к тому, как сам мир устроен, к чему-то, что называется объективным. Как из моей субъективности пробиться к сфере объективного? Тут можно только о степенях, наверное, говорить. Ну, просто ты любишь. Ты же какая-то коллективная воля. Нет, ты любишь про степень, говорит. Хотя, опять же, коллективная воля может оказаться менее... Нет, коллективная воля может оказаться более высокого уровня субъекта. Какая разница? Ну, если взять все человечество, то все человечество точно так же, а какой-то некого рода субъект. И точно так же воспринимает все субъективно, только с позиции более высокого уровня субъективности. И все. Нет, вопрос в следующем состоит. В практической философии, то есть этика относится к практической философии, эта проблема субъективности преломляется в другой сфере, в сфере этики, через то, как мы осуществляем наше намерение. Ведь когда мы осуществляем наше намерение, мы исходим из того, как мы понимаем мир субъективно, как мы понимаем наше валение. То есть в каком-то отношении в этике точно так же присутствует некого рода субъективизм, и точно так же трудно пробиться к объективности. Вот это вот не эгоистическое, о котором мы ратуем, оно на самом деле в сфере этики соответствует тому, что в сфере теоретической философии называется объективным. То, что можно было взять такую пропорцию, то, что в теоретической философии называется объективным и субъективным, и то, что возникает проблема, каким образом сферу субъективного покинуть и достигнуть чего-то объективного, но точно так же в этике есть соотношение между эгоистическим, то есть касающимся субъективным, и неэгоистическим. И проблема состоит в том, каким образом, находясь в сфере эгоистического, то есть всякий раз находясь в сфере тождества самого с собой, своих намерений, своего знания и прочего, как достигнуть чего-то неэгоистического, то есть объективного, но уже с точки зрения этики. И мне кажется, что вот эти проблемы, они на самом деле тождественны. Проблема обеспечения чего-то объективного в теоретической философии тождественна в проблеме достижения чего-то неэгоистического в сфере этики, то есть практической философии. Как решается проблема объективного философии? Как мы покидаем сферу субъективного? На самом деле здесь результат, ну, есть действительно два решения. Первое решение, оно состоит в том, что действительно существует только не один человек, а много существует людей, да, и в смысле всеобщности. Всеобщенность, которая касается многих людей. Вот когда многие люди высказываются об одном и том же одинаковым способом, да, то вот в этом высказывание одного и того же многими людьми как бы проявляется что-то объективное. Потому что если я, ты, там, Людмила и прочие люди смотрят на одно и то же как бы одинаковым образом, да, описывают одинаково, там, воспринимают одинаково, то это означает на самом деле, что вот это вот нечто, оно имеет вот объективные черты. Потому что оно, мы тем самым как бы умудряемся все-таки вот в своей субъективной сфере, да, увидеть нечто, что принадлежит разным субъективным сферам. Да, то, что в этих субъективных сферах является сохраняющейся, торжественной. Это первый способ. А второй способ, он состоит в том, что наша субъективность, она связана с произволом. Субъективным является то, что мы можем по своему произволению, по своей воле менять. Вот, всякий раз, когда мы сталкиваемся с чем-то непроизвольным, с тем, что нам навязывается, да, что является то, что называется необходимым, да, то, что нельзя обойти. Вот во всякого рода такого приневоливания, такой необходимости мы обнаруживаем волю самого мира, а не нашу волю. Вот есть наша воля, да, которая вот ограниченная какая-то волей, произволом. В частности, этот произвол проявляется, допустим, в интерпретации. То есть, я могу так интерпретировать, могу иначе это истолковать, да, то есть, вот есть вот некая у меня свобода истолкования. Но, тем не менее, нечто мне дано с приневоливанием. Вот я чувствую, допустим, что нечто вижу, я не могу произвольно видеть, как хочу. Мне вот это вот, то нечто данное чувство, оно дано с необходимостью, да, оно как бы меня преневоливает быть таким, каким оно дано, а не таким, как я его воображаю или хотел бы воображать. Вот это вот приневоливание, оно в теоретической философии указывает на объективность. То есть, объективность, получается, как бы иметь две сферы. Первая, одна сфера, сфера связанная с тем, что людей много, да, и разные люди высказываются об одном и том же и обнаруживают некое сходство, да, высказывание. А другой, с другой стороны, в этом вот неком роду приневоливание, да, вот в некой необходимости, которую мы обнаруживаем в нашем опыте. Вот в нашем опыте проявляются некоторые феномены, которые имеют, некоторые сопротивляются нашей воле, да, они сами по себе, да, мы не можем. Они плотные, да, они там, они имеют определенного рода там характеристики, которые мы изменить никак не можем, да, которыми мы вынуждены считаться. И вот то, что мир как бы устроен по каким-то своим законам и правилам, в этом мы обнаружим некую объективность. Вот два способа, какие мы обнаружим объективность. То есть, получается, что чем больше людей, тем больше объективности? Нет, не в этом дело. Дело в том, что это указывает на то, на самом деле, что мир, который ты воспринимаешь, почему нужно много людей? Потому что можно было бы считать, что просто ты хочешь сейчас погрузиться в обсуждение, что такое субъективная философия. Можно было бы считать, на самом деле, что мир существует только в твоем личном мирке. Что все, что ты воспринимаешь и все, что ты видишь, на самом деле, есть не что иное, как твоя иллюзия личная. Что нет, на самом деле, предметов, как бы нет людей, ничего этого нет самого по себе. А что все это некого рода картинка, которая тебе привидится, что есть только ты сам и все. А все остальное – иллюзия. Иллюзия чувств, иллюзия мыслей, иллюзия ощущений. Понимаешь? А если есть другие люди, и другой человек ведет себя в каких-то отношениях точно так же, как ты, и проявляет себя в отношении определенного рода реальности, проявляет себя так же, как ты, то это означает, на самом деле, что ты же не живешь в таком иллюзорном мире, что есть некая реальность. Потому что эти люди тоже иллюзия. Но есть вот проблема, такая философия, проблема с эллипсизмом. Один ли ты, существует ли ты один, или людей много? На самом деле, ее можно последовательно опровергать. Просто это не вопрос, как бы, наших исследований. Мы сейчас будем этим заниматься, что ли? Просто опровергляется он, исходя из того, что человек… Это с эллипсизмом буквально означает, что солюс один, что человек один. Можно доказывать, что человек не один, и это можно доказать. Просто не будем мы сейчас этим заниматься. Поэтому множество людей указывает на то, что мир сам по себе как-то устроен, а что ты не один. Это доказывает достаточно… Это требует, поэтому доказательства последовательные восходят к тому, что представляет собой жизнь. Что жизнь, она сама по себе. Она есть некая форма, которая внутри себя форма. Потому что, если весь мир является состоянием твоих чувств, является твоей иллюзией, то ты должен объяснить, каким образом в этой иллюзии есть нечто самостоятельное, что действует согласно своим законам. Согласно своей некоторого рода форме. Как опровергается, допустим, субъективизм Кампа? Оно опровергается… И сам Кант на это внимание обратил. Провергается наличием живой жизни. Есть живой организм, и форма этого живого организма не может быть нами дана. Потому что она имеет внутреннюю целесообразность. То есть, и так же и селепсизм опровергается, исходя из этого. Что поскольку есть жизнь, поскольку есть живые организмы и другой человек, то они проявляют некую внутреннюю собственную форму, независимо от моей иллюзии. В человеке, на самом деле, это объясняется следующим образом. Человек свободен. Почему человек не один? Потому что есть другой человек, который свободен. И надо доказать, как бы нужно увидеть, что в опыте сам человек проявляет эту свободу. Можно увидеть, на самом деле, что… Как доказательство состоит? Что другой человек, который, если бы он был бы иллюзией, он не был бы свободен. Если другой человек проявляет себя свободным образом, то он не иллюзия. Иллюзия не может вести себя свободным образом. Условно говоря, если ты и моя иллюзия, то я могу тебе либо предсказать, либо предопределить, что ты можешь делать, а чего ты делать не можешь. То есть, ограниченное количество возможностей. Если ты будешь вести себя не так, причём будешь намеренно вести не так, всякий раз, когда я буду говорить, что ты должен вести так, а ты будешь вести себя иначе, всякий раз это будет указывать на то, что ты свободен. Понимаешь? Опровержение с эллипсизмом строится на том, что есть другая свободность. Но вот есть некая, как мы говорили, аналогия между субъективностью и преодолением субъективности в теоретической философии. Проблемы преодоления субъективности в теоретической философии. И аналогичной проблемой в практической философии выступает преодоление эгоизма. Вот здесь есть некая аналогия. И точно так же, как в теоретических философиях субъективизм преодолеть сложно, и это непростая задача, она требует высокого уровня философской рефлексии, высокого уровня разбора многообразного рода рассуждений. Но точно так же и в этике субъективность, то есть этическая субъективность, которую мы называем эгоизмом, не так легко преодолевается. И вот я уже начинал говорить о некоторых признаках, по которым мы можем говорить, что в каком-то отношении наша субъективность преодолена внутри нашей же субъективности. И вот этими признаками, симптомами объективности внутри нашей сферы субъективности представляют собой сопротивление мира, представляют собой непроизвольность, необходимость определенного рода феноменов внутри нашей сферы субъективности. Вот есть нечто, да, с чем нам приходится считаться, поскольку это так и не может быть иначе. И вот, и поскольку мы как бы вынуждены с этим считаться, в этом, в этих феноменах мы наблюдаем, что объективность как-то вступила в сферу нашей субъективности, она в ней присутствует. И, конечно же, каждый раз указать пальцем или там конкретно определить, в чем состоит объективность внутри сферы субъективности невозможно. Но в целом мы понимаем, на самом деле, что помимо вот нашей воли внутри сферы субъективности, каким-то образом присутствует вот иная воля. Можно было бы назвать, если говорить о мире, это воля мира, или если говорить о других людях, это воля других людей. И вот точно так же, если вот брать эту аналогию с преневоливанием, да, с необходимостью внутри вот теоретического рассуждения, рассуждения о сфере субъективности, и теперь переходить на язык этики, то мы говорим о том, что внутри нашего, нашей эгоистической сферы, внутри вот нашего эгоизма присутствует нечто, да, что нас преневоливает нашу волю. Но тут проблема в чем состоит? Проблема состоит в том, что поскольку в практической философии речь идет о реализации воли, да, и в принципе практическая философия возникает как философия именно воли, в отличие от теоретической философии, да, которая является философией сознания, философией мышления. Так вот, поскольку это философия воли, то речь всегда идет о том, что есть некоторая воля изъявления, и этика, мы всегда понимали о том, что этика связана как-то с нашим волеизъявлением. Поэтому в чём бы состояло преневоливание этой нашей свободной воли, которая воля изъявляет? Мы преодолеваем наш эгоизм в том смысле, что мы подчиняем свободно нашу волю некой другой воле. И в этом подчинении свободном, ещё раз подчёркиваю, нашей воле другой волей и наблюдается не эгоистическое. Что бы означало в данном случае эгоистическое, когда бы мы, несмотря на сопротивление, продолжали бы гнуть нашу волю? Вот есть какая-то моя воля, я стремлюсь осуществить некую свою цель, и независимо от того, что моей цели сопротивляются другие воли, например, другие люди, или сопротивляется мир в целом, как материальный некий субстрат, я бы всё равно продолжал бы стремиться воплотить свою волю. Независимо от всего этого сопротивления. Вот это означало бы продолжение нашего субъективизма в практической сфере, в практической философии, в этике. Но я, в принципе, гнуть свою волю – это сложно, помимо всех прочих проблем. На самом деле, так или иначе, мы в каких-то своих волеизъявлениях соглашаемся изменять свою волю. Мы соглашаемся с тем, чтобы наша воля изменилась. Мы её и сами изменяем. Мы увидим, что не можем реализовать некую свою цель. Мы свои амбиции, своё намерение меняем. Так вот, как раз, когда мы под влиянием внешнего мира, или благодаря собственному желанию изменяем свою волю, когда мы эту волю приспосабливаем к другой воле, то вот в этом приспосабливании к другой воле, в свободном волеизъявлении, которое подчиняет себя другой воле, наблюдается не эгоистическое. И здесь, как я уже сказал, есть аналогия с преневоливанием в теоретической философии, с необходимостью в теоретической философии. Как бы это надо было бы понимать в смысле своих примеров? Вот, допустим, я хочу принести добро другому человеку. Для того, чтобы сделать это добро, я могу поступить двояким способом. Я могу, на самом деле, исходя из своего понимания, в чём состоит добро для этого человека, навязать ему свою волю и начать её во что бы то ни стало осуществлять. Я могу посчитать, на самом деле, что для данного конкретного человека, скажем, стать выдающимся композитором, это было бы благо. Ненасмотря на то, что я, может быть, где-то понимаю, что у данного человека нет никаких талантов стать композитором, что, может быть, хорошо, если он вообще станет просто нормальным человеком обычно, перестанет, скажем, пить или перестанет заниматься непотребными делами, да просто станет нормальным членом общества. Я во что бы то ни стало почему-то решил для себя, что эта цель достаточно низкая, я должен поставить планку выше и решил сделать из неё великого композитора. Вот это вот преневоливание, да, это на самом деле эгоизм. Несмотря на то, что, как бы, вроде я желаю ему добра. А что бы означало бы в данном случае, как бы, не эгоистическое? Оно бы означало в том, чтобы я должен был понять, на самом деле, что реально данный человек может осуществить, в чём этот человек, допустим, может себя изменить. То есть, причём не только со стороны самого человека, но и окружающих возможностей, да, что конкретных обстоятельств, конкретных условиях жизни данного человека можно было бы реально, вот конкретно улучшить, чтобы этот человек стал лучше. И тогда, если я действую из такой конкретности, то я свою волю преневоливаю в отношении, свободно преневоливаю, в отношении обстоятельств и условий, в которых находится человек, И в отношении может быть желание самого человека, его волеизъявления. То есть я на самом деле действую не исходя из, во что бы то ни стало, осуществления своего намерения совершить добро. А я корректирую свое намерение совершить добро в соответствии с конкретными условиями того, как оно может осуществиться для конкретного человека в конкретных условиях. И вот это мое преневоливание своей волей, оно и состоит в том, что я как бы перехожу от своего эгоизма к чему-то неэгоистическому. И опять же, здесь вот прямая аналогия между теоретической философией, где в теоретической философии необходимость, вот некоторого рода непроизвольность определенного рода феноменов вокруг меня указывает мне на том, что они объективны. В чем состоит эта объективность, это уже отдельный разговор, потому что на нее может быть не так легко указать, кроме как понять, что она присутствует, то есть она есть, то есть помимо моей воли есть какая-то другая воля. То есть так же и здесь, поскольку здесь уже идет речь о воле в практической философии, поэтому здесь вопрос легче поставить. Поскольку у меня есть свободная воля, я хочу свою свободную волю направить на то, чтобы принести добро другому человеку. Но я, чтобы преодолеть эгоизм, должен ни во что бы то ни стало стремиться воплотить свое понимание добра, свое понимание того, что является пользой для данного человека. Я должен сообразовать свое волеизъявление, свое ли изъявление этого человека в конкретных условиях обстоятельств, пространство и времени, в которых совершаются действия. То есть должен учесть все составляющие. В этом состояло то, что мы называли конкретностью добра. То есть сейчас мы понимаем после этого рассуждения, что конкретность добра и указывает нам на неэгоистичность этого добра. То есть если мы добро совершаем абстрактно, вот когда я навязываю свою цель другой воле, другому человеку, стремясь ему принести пользу, то в этом проявляется абстрактное добро. Потому что это добро исходит из моего понимания того, в чем состоит польза для этого человека. То есть она исходит из моей сферы субъективности, оно абстрактно. Если я умеряю свои претензии, если я свою интенцию останавливаю и пытаюсь не просто абстрактно принести пользу другому человеку, то есть совершить в отношении абстрактное добро, а если я все-таки пытаюсь конкретизировать свое добро и пытаюсь совершить конкретное добро, то тем самым я преневоливаю свою волю в соответствии с обстоятельствами конкретности, в соответствии с тем, что для данного человека является конкретной пользой. Тогда я на самом деле преодолеваю свою субъективность, преодолеваю абстрактное добро и перехожу к некому конкретному добру, но уже не эгоистическому. Получается линия разлома между эгоистическим добром, моей навязанной целью другому, и не эгоистическим добром лежит по линии по разделению между абстрактным добром и конкретным добром. То есть конкретное добро – это то самое, ну в принципе мы к этому уже подходили, правда с другой стороны, это то самое настоящее добро и есть. То самое настоящее конкретное не эгоистическое добро. А абстрактное добро, вот это вот добро в моем намерении, в моей цели, оно важно, потому что я не могу, мы уже говорили сегодня об этом, что я не могу никак иначе действовать, кроме как исходя из своего эгоизма, то есть исходя из своей сферы субъективности. Я всегда ставлю цель, и мы говорили о том, что добро – это намерение принести другому пользу. То есть это некая постановка цели, а цель всегда абстрактна, потому что цель всегда находится в мышлении. То есть это некое будущее, и это будущее, оно удерживается именно в мышлении. То есть она абстрактна. То есть я ставлю некую абстрактную цель, и кажется, что я всякий раз пытаюсь осуществить только абстрактное добро, поскольку я исхожу из некого рода размышления по поводу тому, что для данного человека являлось бы пользой, и пытаюсь это свое абстрактное добро осуществить. Но вот перейти от неизбежного эгоизма, в котором мы погружены, к неэгоистическому, может только тем способом, что я должен соизмерить свое вот это абстрактное намерение, свое абстрактное добро с конкретностью обстоятельств, в которых находится человек, с конкретностью характеристики самого человека. Кто он такой, что для него будет в пользе, в каких обстоятельствах он находится, кто его окружает и прочее. То есть иначе говоря, получается так, что объективность моих действий состоит в том, что я свое намерение по мере его реализации конкретизирую обстоятельствами, в которых осуществляю свое намерение. То есть, получается, что реализация добра является существенным определением самого добра. То есть, мы ведь везде добиваемся неэгоистического. А получается, что неэгоистическое существует только в своей реализации. Ни в каком намерении самой неэгоистической проявить себя не может. То есть, оно существует всегда в конце. То есть, во всяком своем намерении я нахожусь в некой абстрактном добре. А абстрактное добро, оно всегда эгоистично. Потому что оно находится в этом, как мы говорили, в моем намерении. В реализации самого себя. Ведь когда осуществляю свою цель, я реализую самому себя. То есть, реализую некоторого свой принцип или свою волю. То есть, я так или иначе реализую себя. И реализация себя – это и есть некий эгоизм. Это и есть любовь к самому себе. Если я живу по своим принципам, если я осуществляю самому себя, то я, в конце концов, осуществляю принципы эгоизма. Получается, что на самом деле, когда я желаю добра другому в своей абстрактности, так и остаюсь в сфере эгоизма. Но я могу его преодолеть только тем способом, что когда я реально в конкретных обстоятельствах реализую конкретное добро, в конкретности его реализации я преодолею этот эгоизм. Точно так же, как в теоретической философии. Все субъективно. Но объективным становится нечто только в том случае, если я перехожу к конкретности того, о чем идет речь. Если я конкретно беру все субъективно в рассуждении, все субъективно в моих ощущениях, мышлениях и прочее. Но когда всякий раз я осуществляю конкретную цель, делаю конкретное дело, я должен вступить в некие обстоятельства, связанные с тем, как устроен мир, и подчиниться воле самого мира. И только в этом случае мои действия будут эффективными. То есть объективность, опять же, возникает именно как подчинение себе некой необходимости, некой неизбежности того, как устроит сам мир. И там и здесь, как бы, объективность достигается в своей реализации. То есть то, как марсисты называли в практике. То есть в своей реализации достигается объективность. В этике речь идет не об объективности, как мы говорили, речь идет о неэгоистическом То есть неэгоистическом достигается только в единственном случае, когда мы доводим нашу абстрактную цель, наше абстрактное добро в конкретность своей реализации Поэтому, если говорить теперь языком христианства, веры недостаточно Потому что вера – это абстрактная воля Без дел вера мертва Почему? Потому что только в делах вера становится чем-то конкретным, неэгоистическим, добром Потому что в абстрактности своей веры она остается только абстрактным добром в лучшем случае Поэтому веры недостаточно То есть для осуществления этики недостаточно только пребывания в абстрактных намерениях Ну это и так понятно, если думаешь, что такое этика Этика – это все-таки поведение, это реализация наших идеалов Вот у нас есть идеалы, недостаточно иметь идеалы и ничего не делать Можно сколько угодно сидеть и верить в эти идеалы И пребывать как бы в истине, но на самом деле ты пребываешь в некой абстракции Нужно реализовывать эти идеалы И реализация этих идеалов, она требует подчинения этих идеалов воли того, как устроен мир на самом деле И мы когда-то говорили об этом, что трудность реализации идеалов состоит в том, что если мир не подчиняется этим идеалам, не удается мир это изменить в соответствии с этим идеалами То тем хуже миру, да, почему-то этика действует в этом отношении более жестче, чем допустим техника Потому что если мы реализуем техническое некое новшество, некое техническое изобретение То мы почему-то каждый раз подчиняем нашу волю тому, как устроен сам мир Мы наше техническое изобретение, корректируем его в соответствии с тем, как нам удается в самом мире что-то предпринять В соответствии с тем, какие материалы у нас есть, что у нас получается, чего не получается, как мир устроен, какие закономерности в этом мире есть То есть мы изменяем нашу изначальную техническую идею в соответствии с реалиями мира Но когда дело доходит до этики, то у нас возникает вот эта вот консервативность, состоящая в том, что мы говорим Что вот эти этические идеалы, которые мы хотим реализовать, они ценнее, чем сама реальность Если реальность не хочет им подчиниться, то это тем хуже для реальности И мы не хотим как бы себя изменить в соответствии с этими реалиями Но если вот вдуматься, что это означает в наших рассуждениях Это означает, что мы хотим остаться в абстрактности добра Но оставаясь в абстрактности добра, мы вообще никакого... мы остаемся в эгоизме Мы вообще не достигаем никакой нравственности Мы просто пребываем в эгоизме, да, вот пребываем в некого рода как бы абстракции этого эгоизма Да, вот, в некого рода субъективности Мы вообще не выходим никак к этическому Мы можем перейти к этическому только когда начнем эти наши абстрактные идеалы реализовывать в конкретных обстоятельствах Но ведь обстоятельства могут сопротивляться этой реализации Как надо при этом действовать? А при этом мы должны подчинить нашу волю, наши идеалы, подчинить реальности. Пойти то, что называется, на компромисс. И этот компромисс всегда очень болезненный, если посмотреть историю христианства. Да, вот было первоначальное какое-то бескомпромиссное христианство, и постепенно оно в виде церкви видоизменяется в соответствии с реалиями мира. То, что мы имеем сейчас в виде современной церкви, это уже есть некоторый родный компромисс с миром, того первоначального бескомпромиссного христианства. И так всегда должно происходить. Это на самом деле процесс непредательства, как можно было бы подумать. Есть некие первоначальные идеалы, и мы, если изменим эти идеалы, если мы пойдем на компромисс с реальностью, то это как бы будет предательство. Ведь можно так рассуждать, ведь если у меня есть принципы какие-нибудь, я пытаюсь их осуществить в реальности, то есть пытаюсь это осуществить в своей конкретности. Но мне это не удается, и я говорю, что тем хуже для реальности, и остаюсь при своих принципах, даже если мир меня уничтожает. Почему? Потому что изменить принципы и приспособить их к реальности есть не что иное, как предательство с позиции этих принципов. Но теперь, с позиции той этики, о которой мы рассуждаем, на самом деле мы обязаны изменять свои принципы в соответствии с реальностью. Потому что эти принципы есть только абстрактное добро. Это вообще еще только некий эгоизм. И оставаться в рамках этого эгоизма, это означает вообще ничего не делать. Это означает, что даже не вступить в нравственность как таковую. Потому что вступить в нравственность можно только тем способом, чтобы пытаться их реализовывать. То есть мы должны на самом деле, если не получается их реализовать в реальности, должны изменить эти принципы. Значит, принципы неверны. То есть мы так и должны рассуждать. Почему? Потому что так устроено добро. Добро должно быть конкретным. То есть мы должны, значит, в осуществлении этих принципов, в осуществлении добра, изменить эти принципы для того, чтобы они являлись принципами добра. А как это делается? Это делается не тем способом, конечно, что принципы меняются. Это делается тем способом, что добро по-другому делается. Добро делается не исходя из принципов. Потому что в этом случае упускается сама конкретность. Ты не можешь принцип осуществить абстрактный. Почему? Потому что он изначально задан как нечто абстрактное. И его осуществить в своей конкретности всегда непонятно, что означает. Но ты можешь на самом деле сделать конкретное добро безотносительно, что оно означает в смысле своих принципов. Потому что мы и говорили, что невозможно сосчитать принципы и конкретность добра. Потому что конкретность добра не может быть выражена в принципах. Ты должен осуществлять конкретность добра безотносительно каких-либо принципов. И поэтому, осуществляя конкретность добра безотносительно принципов, ты, во-первых, не нарушаешь никакие принципы и не предаешь ничего. А с другой стороны, ты действительно находишься в конкретности добра. Вот этот переход, прыжок от принципов к конкретности добра, на самом деле только выглядит как предательство. Реально просто изначально задан неправильно ход. Ход, состоящий в том, что есть какие-то изначальные идеи, принципы, которые нужно осуществить. Потому что на самом деле ход должен быть был иным. Изначально нет никаких принципов. Изначально есть две свободы, которые как-то соотносятся. И эти две свободы должны жить в своей конкретности. И в своей конкретности постигать тот способ, каким они должны соотноситься. А не опираться на какие-то заданные непонятно откуда какие-то принципы, которые почему-то выше любого соотношения двух конкретных свобод. Две конкретные свободы выше любых принципов, потому что они конкретные. Они составляют жизнь. А сами принципы на самом деле всегда являлись просто способом обобщения взаимоотношения многих вот таких свобод. Поэтому принципы не выше взаимоотношения людей. В наших терминах это означало, что на самом деле любовь выше как бы всякого рода законничества. Что на самом деле нельзя вставить законы впереди, взаимоотношения людей, в своей конкретности. Сначала должна быть любовь, и любовь должна управлять. То есть в наших терминах это означает, что мы должны жить в своей конкретности и соотноситься в своей конкретности. И не подкладывать в качестве опосредования некого рода принципы, которые должны регулировать почему-то нами. А ведь если вдуматься в атомизированном обществе, обществе, которое руководствуется взаимоотношением отдельных изолированных индивидов, там как раз принципы-то и лежат в основе всего. Именно они управляют отдельными атомами. Там даже не существуют сами атомы в своей конкретности. Потому что, когда принцип себя осуществляет, для него неважно, какой конкретный атом вступает в это взаимоотношение. Потому что все атомы в этом смысле осуществления принципа одинаковы. А у нас иная этика. У нас как раз этика, где конкретные люди, они и существенны в своей конкретности, и где именно их конкретные взаимоотношения существенны. Потому что оно в каждый раз новое, для каждой пары или многообразия людей, каждого сообщества людей. Оно разное, оно конкретное и выражается в конкретных каких-то проблемах и вопросах, которые в конкретности жизни они вынуждены решать. И они должны руководствоваться никакими не принципами, которые предлежат. Они должны руководствоваться некими конкретной текущей ситуацией. То, что мы называли совестью. Что преневоливает людей действовать? Преневоливает людей действовать совесть. А совесть есть проявление коллективного, бессознательного сообщества некоторого, о котором идет речь. Вот такая немного вычурная логика. Надо просто здесь концы с концами свести. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!